Мужчина, мужчина, вы сейчас последний трамвай пропустите, проспите, мужчина, мужчина, ой господи, помогите кто-нибудь, помогите мужчине плохо, ну кто-нибудь помогите же, ну что за люди? Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зайдите ко мне, как освободишься. Дело есть. Блин! Сергей Юрьевич, извините, я совсем забыл про яичницу. Да. Рад слышать, товарищ полковник. Да у меня с этой бытовухой уже дышать в квартире нечем. Высылайте материал. Да, сейчас посмотрю. Иди сюда, монстр кулинарии. Значит так, есть жертва, заведующая библиотекой, убит с помощью укола тетра-дотоксина. Этот яд содержится в организме рыбы фуга калифорнийского тритона и хрен знает еще там каких морских тварей. Это с каких пор библиотекари, как тайных агентов, устоянять стали. Так может, он действительно тайный агент? Ну да. И плюс к этому еще новый папа Римский и созвездие Альфа Центавра. Так, все произошло в людном месте, свидетелей нет, в карманах ничего не пропало. Ну, значит, не ограбление. Отпечатков убийцы не оставил. Прямо как в дешевом детективе. Ну, покажи, очистил? Смотри, как новое. Ну, раз ты со сковородкой справился, значит, дело о таинственном убийстве тебе по плечу. Значит так, давай дуй на место работы погибшего, а я свяжусь с родственниками. Есть. Есть. Ой. Здрасте. Здравствуйте. Помощник следователя Скрипков. Я по поводу Аркадия Георгиевича. А что у вас здесь? А у нас здесь хозяйственная часть. Наше подсобное помещение. Да, вы по поводу Аркадия Георгиевича. Да. Да, это ужасный случай. Это я даже не представляю, кто мог такое с ним сделать. Это какой-то чудовищный абсурд. В нашей библиотеке на нем вот все держалось. У нас такое время сейчас, вы сами понимаете. Посетителей нет, практически. Фонды они не обновляются. О бюджете нашем я вообще молчу. Я понимаю. Скажите, а где находится кабинет заведующего? У Аркадия Георгиевича и кабинета как такового нет. Вот отдельный стол. Вот тут? Да, да. Пройдемте, покажу поближе. Вашему мужу никто не угрожал в последнее время? Я не могу себе даже представить такое. Аркаша же в мире книг, откуда у него враги. Он за всю жизнь мухи не обидит. Может, у него были какие-то проблемы на работе? Он обожал свою работу. Знаете, у нас своих детей не было, наверное, поэтому Аркадий стал работать в детской библиотеке. Несмотря на нищенскую зарплату. Но никогда не жаловался. А вы не заметили каких-то странностей тем утром? Ну, может, что-то его тревожило? Нет, он позавтракал своим любимым омлетом и уехал на работу, как обычно, все. Вы знаете, им прожили 25 лет вместе, наверное, если бы что-то было, я бы почувствовала. Я заверсту чувствую, когда он не на настроении. Чувствую. Вот этот стол. Как-то очень скромно. Как есть. Знаете, он был на редкость порядочным человеком. Никогда ничего дурного за ним не замечала. Можно сказать, идеальный мужчина. Ну, знаете, иногда, конечно, он тайком курил в вестибюле. Ну, когда на улице был там дождь или холод. У нас просто в вестибюле пожарная сигнализация не работает. Скажите, а у него были какие-то проблемы с руководством или местными властями? Нет, нет, нет. Никаких проблем. Да нет, не было никаких проблем. Да, жаль, что не было. Что? Ничего. Вы знаете, я вспомнила. Месяцев пять назад была одна ситуация. Да, рассказывайте. Сергей Юрьевич, зацепка есть. Что в последнее время все интересуются старой прессой? Газета ведь прошлогодняя. Пять месяцев назад землей, на которой стоит библиотека и где работает убитый, интересовались бизнесмены-застройщики. Они хотели оттяпать кусок дворика для того, чтобы расширить площадь под строительство высотки. По словам работницы зала, они приходили к заведующему на переговоры. Видимо, хотели денег дать. Но заведующий их просто выгнал. А потом он поставил на уши журналистов и местную администрацию. Конфликт, конечно, замяли, но… Цирков, скажи, ты что, вправду думаешь, что бедного старого книжного червя укололи по заказу застройщиков? Почему нет? Фирма называется «Монолит», возглавляет ее Виктор Малафеев. Я думаю, что надо тряхнуть этого деятеля. Не похоже это на застройщиков. Ну, сам посуди, мужика бы рейдеры кошмарили до нужного результата. Ну, максимум отмудохали битой. Но чтобы уколоть ядом, ну, это перебор. Меняются времена, меняются и методы преступников. Ну, ладно, что с тобой? Проверь этого застройщика, хуже не будет. Хорошо, я сварганю себе что-нибудь поесть и поеду к застройщику. Добрый день. Добрый день. Что это у вас? Это для вас. Я взяла в институте новый электрический, как вы просили, прибор. Электростимуляция парализованных, я хотела сказать, временно парализованных ног. Скажите, а что я вам такого сделал? С каждым разом ваши пытки становятся все изощренней. Теперь электричество уже в ход пошло. Никонов, ну, перестаньте быть занудой. Вы все время меня хотите в чем-то уличить. Ничего вы мне не сделали плохого, я вам тоже. Напряжением этого прибора невозможно даже муху убить. Может, вы перепутаете плюсы-минусы, и меня шарахнет? Сейчас ничего не горит. С Грибков, ты что там, уснул? Черт. Здравствуйте, Анна. Привет. Представляете, поставил кастрюлю на огонь, а воду налить забыл. Это поправимо? Это выбросить. Блин. Я так понимаю, ваших электрических экспериментов мне не избежать. Нет, вам не избежать. И да, не мешало бы проветрить. Прошу, присаживайтесь. Кофе, чаю, виски. Или помощник следователя не пьет на работе? Вообще-то, я ожидал увидеть Виктора Малафеева. Покупаете билет на самолет в США? В смысле? В самом прямом. Малафеев продал мне свой бизнес полгода назад и укатил в Америку на ПМЖ. Значит, теперь вы продолжаете заниматься развитием компании «Монолит»? Продолжаем. А что? А то, что Малафеев пытался отжать землю у социальных учреждений под застройку. Теперь этим занимаетесь вы? А когда не выходят, то делайте прививки несговорчивым заведующим. Слушайте, мне сложно влавливать нить нашей беседы. Если вас интересует деятельность моего предшественника, я распоряжусь, чтобы подняли и предоставили вам необходимые документы. Это вас устроит? Лерочка, будь добра, сейчас тебе подойдет наш гость, помощник следователя. Помоги ему найти ответы на его же вопросы, касательно Малафеева. Всего хорошего. До свидания. Сергей Юрьевич, вы оказались правы. Версия застройщиками – это мимо. Задолго до убийства библиотекаря фирма «Монолит» нашла другое место получше. Они реализовали тот же проект в другом квартале. Никаких претензий ни у кого не было. Сам Малафеев продал фирму и эмигрировал в Америку. Поэтому никакого смысла убивать библиотекаря у него не было. Да, не слушаешь ты старших студентов. Только зря время тратишь. А я тем временем нарыл в городской следственной базе убийство полугодичной давности, совершенное такой же инъекцией. Совпадение? Не думаю. Держи, готово. Спасибо, Сергей Юрьевич. А вы же знаете, у меня с руками не очень. У меня головой лучше получается. Да лучше я промолчу. В прошлом году скоропостижно скончался рецидивист Жариков. Кликуха «Жар птица». Рэггет, похищение, заказные убийства. Жарикова подозревали в нашумевшем заказном убийстве известного бизнесмена. Вину доказать не смогли. И вот этот мокрушник неожиданно умирает от хитроумного укола. Это уже похоже на почерк. Ну, почерк или нет, мы разберемся. Я тут попросил титера, чтобы он не сбросил материал дела по «Жар птица». Я понимаю, когда один киллер убивает другого. Но зачем кому-то убивать простого библиотекаря, да еще и таким нетривиальным методом? Сергей Юрьевич, а что если перепутали? Понимаете? Нет. Банальная ошибка. Киллер получил заказ и перепутал объекты и убил человека похожего. По-моему, кто-то бредит. Нет, киллеры, конечно, подонки и негодяи, но не идиоты. Есть одна классная программа, с помощью которой можно найти фото двойников. Мы можем найти человека, который максимально похож на нашего библиотекаря. Это займет буквально несколько минут. Слушай, у меня рябит от этих твоих изощрений. Ну, готово. Наш библиотекарь больше всего похож на депутата горсовета Лескова. Скажете, совпадение? Здравствуйте. Помощник следователя Скрипков. Это я вам звонил. Извините, у меня нет времени. И если это официальное обращение из органов, я хотел бы... Я понимаю, я вас не буду задерживать. Скажите, вам в последнее время кто-то угрожал? Послушайте, что за вопрос? Да ну подумайте, кто мог желать вам зла? Враги, конкуренты. Я состою в комиссии по сохранению культурного наследия. Ну, какие тут враги, какие конкуренты? Вон, трясите земресурсы, госзакупки. Вообще, оставьте меня в покое. Да вы не так все поняли. Я вам... Не хочу я ничего понимать. Дальнейшее обращение... Э, э, мужики, руки! Куда вы что? Куда вы что? Куда? 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 Руки! Руки! Я помощник следователя. Ну что, принес? Ага. Я из-за тебя, можно сказать, вступил в конфликт с законом. Представляешь, в этой библиотеке задрипанной даже ксерокса нет. А бабка, библиотекарь, это же не бабка, это цербер. Я ее просил выйти из читального зала, чтобы сделать копию. Так не выпустил, а пришлось слямзить. Ну, если еще, ты же заступишься за меня, правда? Ну, да. Все, не ту страницу выдрал? Нет, что, ту, ту, спасибо. Просто в ней там нет ничего особенного. Выпить хочешь? Да какой выпить? У меня домашняя рутина засосала, розетка сломалась, чинить надо, я только боюсь. Я хотел электрика вызвать, но я же мужик, сам починю. Так что, если не дай бог, то помолись за упокой души, раба Божьего, Льва Давидовича. Да, кстати, Лев, меня тоже сегодня током били. Ну, правда, в лечебных целях Равинская новый метод испытывала. Ух ты, ну и как, ты ничего там такого особого не чувствовал? Я просто читал, что если долго воздействовать на человека током низкой частоты, так он может и кайф испытать. Да нет, это все, ерунда. Ерунда? Да. Ну, давай. Давай. Спасибо. Не я за что. Да, слушаю. Что? Когда же он успел так накуролесить? На дело твой студент Шухера. Да. Ребята из КРУ приехали задерживать депутата Лескова за хищение материальных ценностей из музеев. Так этот подумал, что это они приехали похищать его и вступил с ними в неравные бои. Прекратите, после всей этой истории он меня из дома выгонит. Да тихо, да вообще пришли, да. Ну, что, подержали в наручниках в обезьяннике ночку. Я приехал, вызволил нашего супермена. Хочешь с ним поговорить? А, ну, как хочешь. С тебя сто грамм и пончик. Давай. Если меня он выгонит из дома, я к вам перейду жить. Смешно, да? Не надо. В общем, облажался я Сергей Юрьевич. И теперь версию нас ноль. Угу. Ну что, тогда начнем с самого начала. Мне нужна вся информация по убитым. Все без исключения. И по бандюку, и по библиотекарю. Кроме того, у нас есть оружие убийства. Яд. Будем искать источник. Вот я тут нашел. В Японии фугу известный деликатес, поэтому и стоит дороже кокаина. Но если повар ее неправильно выпотрошил, стопроцентный летальный исход. Антидота для яда фугу не существует. Интересно, что сама рыба яд не вырабатывает. Яд попадает к ней с пищей и накапливается в ее органах. При этом самой рыбе яд не вредит. Но люди тоже бывают, такую кучу дерьма в себе носят, что и не подозревают об этом. Я понимаю, почему наш убийца использовал тетрадодоксин. В одной такой рыбке столько яда, что можно убить человек сорок. Но в любом случае, убийца где-то должен эту отраву достать. А кто у нас может заниматься добычей этого яда? Ну или завозить его? Привет. Здравствуйте. Ты запрашивал материалы по прошлогоднему убийству Жарикова. Ну и по тому убийству, где он сам обвинялся, да? Ну я тебе все выслал на почту. Ладно. Спасибо. Бизнесмена Олона бил. Тут сомнений никаких нет. И мы бы все доказали, если бы Жарикова самого не завалил кто-то. Ну туда ему и дорога. Ну успеха тебе. Хотя, честно говоря, мучает меня сомнение, что этот мутняк вообще можно раскрутить. Ну пока. Всего хорошего. Так. Да, за этим Жариковым такой шлейф тянулся. Сергей Юрьевич, а что если кто-то решил самостоятельно восстановить справедливость и убить киллера? Один укол и Жариков получил свое наказание. Да, это предположение. А нам нужно понимать истинный мотив убийцы со шприцом. Его-то мы и упускаем. Фантастика. Наш убитый бандит еще успевал благотворительностью заниматься. Жертвовал деньги в фонд помощи онкобольным. Ага. Карму свою пытался очищать. Ладно, давай, значит, разбираться с ядом. Езжай в институт биохимии. Ну, узнаю у спецов, кто мог работать с таким ядом. Ага. А я что-то здесь поковыряю. Хорошо. Вы на всякий случай спросите у Равинской. Я не знаю, что она может знать по этому поводу. Да уж, от нее всего можно ожидать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Ты за день еще ничего не ел? Я рагу приготовила. Иди покушай. Послушай, так же нельзя. Надо же как-то жить дальше, даже если прошлое важнее настоящего. Я искренне надеюсь, что ваш прибор пробудет во мне скрытые резервы. Может, ложки-вилки начнут притягивать или мобильники заряжать. Вы думаете, это смешно? Я думаю, что вы слишком много внимания уделяете моей персоне. Что вы имеете в виду? А вы не знаете? Нет. Ну ладно. Вы знаете, в нашем городе объявился маньяк, убивающий жертвы одним уколом. Вам что-то известно про тетродотоксин? Мне известно, что это нервно-паралитический яд. В современной медицине пытаются лечить онкобольных, а также обезболивать тех, кто прошел химиотерапию. И что, и есть результаты? Ну, какие-то есть. В небольших дозах этот препарат крайне полезен. И самое интересное, что у него нет побочных эффектов. Но это еще все не доказано. Это еще только на уровне эксперимента. А что такое? Да и так, ничего. Мне надо позвонить. Да-да-да, мы закончим процедуру через 7 минут. Вы мне лучше скажите, у вас есть какие-то ощущения? Смотря где. Понятно. Я вернусь через 7 минут. Да, Сергей Юрьевич. Докладываю. Только что выяснил, что лаборатория института биохимии с такими ядами не работает. Значит, ади в институт онкологии тогда. Это в паре кварталов от тебя. Узнай, проводят ли они экспериментальные курсы лечения онкобольных с помощью нашего яда. Понял, выполняю. Облом, директор института онкологии сказал, что никто в нашей стране экспериментальных программ с использованием тетродотоксина не вел. А я вот на одном форуме посидел. Там есть записи, которые свидетельствуют, что твой директор кое-что не договаривает. У вас что-то варится? Да. Угадаю с трех раз. Сергей Юрьевич, на форуме все полунамеками. Да, лечение ядовитым веществом проводят, но нигде не указано, что это именно тетродотоксин. Я думаю, что остальная часть переписки уже проходит в личке. В правильном направлении мыслишь. Я думаю, что лечение проводят они нелегально. Держи. Спасибо. Я тут кое-что узнал про нашего библиотекаря. Оказывается, он не только книжками занимался. По первому образованию он медик и в последнее время занимался волонтерством. И угадай, в какой клинике? В какой? В онкоцентре. Вот так. Ну как, вкусно? Изумительно. Изумительно. Перекусил? Спасибо. Было вкусно. Наконец-то. Чем порадовались, товарищ полковник? Радовать-то особо нечем. У нас новый труп. Так что, Стрябкова высылай. Скажи мне, пожалуйста, почему посторонний на месте преступления? Сейчас умиру. Граждане, освободите место преступления. Не мешайте работе. Пожалуйста, полностью освободите место преступления. Дедушка, давайте я вам помогу. Да. Подождите, я должен еще сказать. Бизнес мой тут. Вы извините свой бизнес. Да, чуваки, я вас порвожу, потом скажу. Да, куда вы ведете? Виктор Александрович, что у вас? Есть следы паралича дыхательных путей. На левой руке сломан палец. Очевидно, жертва сопротивлялась. Но более подробно скажу после вскрытия. Свидетели есть? После первичного вопроса свидетелей нет. Сними для меня место преступления, и можешь возвращаться на базу. Есть. КОНЕЦ СКРИПКОВ 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 Ты спишь? Алло? Что? Слышишь, ты на месте убийства видел слепого? Сергей Юрьевич, сейчас два часа ночи. Он там милость с ним собирает. И что? А то, что это его место работы. Ладно, утром поговорим. Спокойной ночи. Разбудить, чтобы пожелать спокойной ночи, это оригинально. СКРИПКОВ 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 Здравствуйте, я Скрипков, помощник следователя. А, вчера слепой свидетель никому не нужен был, а сегодня заметушились. Думаете, раз я инвалид, то и толку от меня никакого. Никто так не думает, поэтому следователь хочет с вами поговорить. Сергей Юрьевич, мы готовы. Да-да, вы что-то слышали в момент убийства? Я, как обычно, был на своем месте и четко слышал звуки борьбы. Потом один человек в подворотне начал стонать. А ко мне подошел второй. Мужчина? Да, это был мужчина. У женщин шаг короче и легче. Он тяжело дышал, милостыню он не собирался давать. Просто приблизил свои глаза, будто хотел убедиться, что я действительно слепой. Он хотел убедиться, что вы не сможете его опознать. Да-да, но он ошибся. Я могу легко его опознать. По запаху от него пахло застоявшейся водой тиной. И запах не сильный, но я его явно чувствовал. Может, вы скажете, чем конкретно от него пахло? Река, пруд, лужа? Нет. Водоем их пахнут по-другому. Они живые. А эта вода, будто мертвая. Вы уверены? Знаете, судьба бывает отбирает что-то одно, но обязательно дает что-то другое взамен. Поэтому у незрячих обострены все оставшиеся чувства. Кстати, вы тоже получили что-то взамен. Взамен чего? Взамен свободы передвижения. Но как вы узнали, я же ничего не говорил. Я хорошо слышал скрип колес. Он тонкий, как комарин и писк. Но мне этого было достаточно. Здорово. Ну что, по данным эксперта, метод убийства все тоже. Инъекция тетратотоксина, следов ДНК убийцы и отпечатков нет. А жертва кто? По документам Павел Коннегин, врач, интерн из онкоцентра. Уже полгода проходит там практику после мединститута. Был убит неподалеку от вот этого самого онкоцентра, в котором работал. А что по этому интерну в нашей базе? Вроде чистый, кроме одного мелкого эпизода. Там рядом с онкоцентром бар. Так вот, Ханнегин любил там часто бывать. Вот неделю назад оскандалился. Вылил водку в аквариум. Так вот, администрация пришлось там наряд вызывать, чтобы он штраф заплатил. Там рыба в аквариуме передохла. Аквариум, мёртвая вода и снова онкоцентр. То, что вы присели. Спасибо. Новых пришлось запустить. Маленькие ещё, мальки совсем. Ну ничего, откормим. Нам повезло. У нас такой профи аквариум обслуживает. Чувствую себя поломанным игрушечным роботом. Током зарядили, а результата ноль. Результат будет виден при длительной смене методов лечения. И сколько таких методов в вашем загашнике? Включения официальные? Да, кстати, они официальные. А вы не могли бы узнать у ваших коллег, не проводились ли в городе исследования с тетратетоксином в частных лечебных центрах? Это вы про этого убийцу со шприцом? Да. Хорошо, я попробую узнать. Спасибо, Аня. А да, спасибо. Пока не за что. Сергей Юрьевич, это записи камеры наблюдения из ресторана. Вот, Канвегин. Рай для нищики Шутова. Мотаю то, что смотреть. Сейчас. Вот. Правда, в чем здесь конфликт, непонятно. Да понятно все. Видимо, выставлялся, но повелся прижимисто, решил после коней на водку перейти, чтобы сэкономить. Собутыльник пошутил по этому поводу. А, пьяный Канвегин шутку не понял, баканул. Провессивно на молодежь. А, на охранники. Ты глянь. Собутыльник Канвегин не дурак. Из сортира вышел, охрана увидел и сразу на выход. Красиво слился. Да, по-дружески. Угу. Слушай, нужно найти этого второго. Он важная часть пазла. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Токсином действительно проводился в институте онкологии, но в секретном режиме. Ясно. Деньги из больных налево рубят. В данном случае ваш сарказм уместен. Ядфугу завезли из Японии, чтобы опробовать на больных, которым не помогло классическое лечение. Для них это был последний шанс, а для врачей, естественно, неплохой заработок. В общем, один из пациентов пошел на поправку, а двое других скончались. Но это не отработанный метод, нет никаких гарантий. Спасибо. Аня, скажите, а ваш источник насколько надежен? Мой бывший коллега работает в этом центре. А вы можете узнать имена тех, кто проходил по этой программе? А орден мне за это дадут? Да, конечно, я похлопочу. Что там у вас? Список умерших пациентов, которых в онкоцентре лечили ядом, Равинская переслала. А что у тебя? А я выяснил, с кем был убитый Коныгин в ресторане. Это было не трудно, они работают вместе. Работали в онкоцентре и в интернатуре. Зовут Михаил Зинкевич, родом из Дзержинска. Они вместе учились в мединституте на одном курсе. Интересно. Давайте. Друзья, пошли в ресторан. Зинкевич спровоцировал в ресторане скандал и сам скрылся. Это его и спасло. Спасло от чего? От мести. Версия. Может быть безумная, но... Ну вот сам посуди. Бандит Жариков спонсировал онкоцентр. Библиотекарь работал волонтером в этом онкоцентре. Коныгин и Зинкевич были там интернами. Остался в живых только Зинкевич. Что-то я не совсем понимаю. А при чем тут рыбки? Скоро узнаем. Значит так, ты встречаешься с этим приятелем Коныгина. Я прошу Володьку, чтобы он встретился со всеми родственниками больных, умерших в онкоцентре. Хорошо, я тогда приглашу Зинкевича в тот же ресторан, где они хулиганили с Коныгином. Может всплывут какие-то новые детали? Давай, держай. Стурент. Добрый день. Добрый вам. Спасибо большое, что пришли. У меня к вам будет небольшое дело. По поводу Коныгина? Да. Понятно. Да я уже вроде все рассказал. Пройдемте. Ой, опять этот кабак. Не волнуйтесь, я плачу. Да? Да. Хорошо, пойдемте. Вот, проходите. Вот я устал. Да. Настя одна из тех, кого лечили от рака новым методом. Девочка семи лет, с обширной опухолью легких. Родители решили использовать этродотоксин уже после химиотерапии. Это незаконно, но отец отстоял. Надеяться было не на что. А девочке очень нравилось, что ее будут лечить веществом, которые хранят в себе рыбы. Настя... В отделении медсестры детям и менинникам делают стенгазеты. Там висела эта фотография. Нам месяц интернатуры оставался. Ну и мы зашли подумать, посидеть. А почему вы ушли, когда у Коныгина начался скандал из-за водки в аквариуме? Ну, у меня что? Проблемы лишние. Ладно, спасибо за угощение. Только мне вот интересно, вам больше делать нечего, как меня пивом поить? Может бы лучше шли, искали убийцу? Вы правы, вопросов у меня больше нет. Ну, а то, что мы поймаем убийцу, я вам обещаю. Да ничего не поймаете. Ой, поймают они. Где сейчас может быть ваш муж? Я не знаю. Антон ушел утром. Наверное, на работу. После смерти Насти он практически не общается со мной. Потому что не пускает в комнату. А где работает ваш супруг? А что еще вы вместе с сестрой рассказывали об этой Насте? Ой, ее там все запомнили, у нее в палате стоял огромный аквариум. Отец принес. Он занимается обслуживанием аквариумов, и они с Настей вместе... Да, привет. Слушай меня. Угадай, где работает Антон Дяковский, что я нашел в его квартире. Меня слушай! Вызывай группу захвата к бару, где был убит Коныгин. И сам туда пуля лети. Там Скрипков с Зинкевичем. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Стоять, стоять, стоять! Ну что, вроде успели. Ага. Сергей Юрьевич, у нас чистосердечная. Вы ничего не понимаете. Настя. Моя девочка Настя. Я ведь все ради нее. Они мне сказали, что она будет жить, и обманули. Они дали надежду, а потом забрали ее. Они должны были все умереть от того же лекарства, которым убили мою Настю. Покуем его. По крайней мере, теперь хоть понятен мотив их теолога-убийцы. Бандюган Жариков спонсировал программу, по которой лечили Настю. Конегин и Зинкевич делали экспериментальные инъекции. А библиотекарь? Ну, я думаю, что он первым рассказал Дитковскому о новом методе лечения. Ну и привел к шарлатанам. Оставшееся лекарство, которое не помогло Насте, Дитковский превратил в орудие мести. Ну, он использовал то орудие, которое, по его мнению, убило его дочь. Это логично. Я сделаю всем кофе. Да, потеря близкого человека порой толкает на страшные поступки. Я уже... А что такое? Вы видели знакомую фотографию? Такую же, как в вашем телефоне, кажется. Что вы имеете в виду? А в чем дело? Вы что, рылись в моем телефоне? Это мерзко, Никонов. Не более мерзко, чем тайно копать информацию о человеке, который вам доверяет. О его умерших родственниках. Сергей Юрьевич, ну зачем вы так? Занимайся своим делом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok